Здравствуйте! В эфире День за днём. О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени» и я, Мария Гребенюк. Газификация «Тобольска» продолжается. В этом году газовые сети появились в новых микрорайонах и на нескольких улицах Нижнего Посада. На этом программа по доставке голубого топлива «Тоболикам» не заканчивается. Где ещё появится это благо цивилизации – подробности в сюжете. Котёл «Протерн» получается большой, полностью автоматизированный, только расставляем температуру, теплоноситель. И в доме сразу становится тепло. Газа Константин Бельков на своём участке в 18-м микрорайоне ждал больше пяти лет. И, наконец, дождался. Этим летом несколько улиц с коттеджной застройки начали газифицировать. Дали добро, то есть техусловия выдали. Где-то месяц ещё занял у нас документы всё вот это вот. И потом мы поставили шкаф и завели в дом буквально недавно. Да, экономия есть. У меня уже за первый месяц экономия идёт очень большая. Не считая котла, оборудование обошлось Тоболику в 60 тысяч рублей. И окупится оно уже через пару лет. Газ в свои дома завели в большинство жителей 18-го микрорайона. Кроме них, в этом году в программу попали жители 12-го микрорайона, переулка Радищева, улицы Большакова и Пушкина. Общая протяжённость сетей – почти 8 километров. А дальше больше. По программе, которую утверждает областной департамент жилищно-коммунального хозяйства, за 4 года в Тобольске будет проложено 38 километров газовых сетей. Работы, среднамонтажные работы уже будут производиться либо в 2019, либо в 2020 году. Микрорайоны, которые будут газифицироваться, это 16-й, через дополнительно 18-й две улицы. Микрорайон Ершовка, микрорайон Восточный, микрорайон Менделеева и улица Ленина. А также годные категории граждан. Размер субсидий в этом году увеличился с 25 до 40 тысяч рублей. Этими льготами воспользовались 8 табаляков. Цифра небольшая, как и число подключений в Тобольске. Процент подключения у нас пока неизменный. Он довольно-таки низкий, если смотреть по области в целом. Данный показатель влияет на количество улиц, которые ресурсоснабжающие организации готовы газифицировать. То есть они смотрят в целом по области, там, где процент подключения выше, соответственно, они приоритеты расставляют в пользу данных территорий. Поэтому на каких улицах еще появится газ, зависит от самих табаляков. А жители 18 микрорайона теперь ждут новую дорогу. Мария Гребенюк, Михаил Куричко. Тобольское время. Шестой западно-сибирский форум травматологов-ортопедов прошел в Тобольске. Актуальные проблемы травматологии обсудили ведущие специалисты, профессора из Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга. Поделиться опытом и обсудить новые методики собралось более 50 врачей из разных уголков России. Обсуждались проблемы эндопротезирования коленных суставов, тазобедренных суставов. Очень широко было представлено впервые. Были очень интересные доклады по эндопротезированному плечевому суставу. Так как мы в этом году сами прошли учебу и начали внедрять именно вот эту новую методику. Отделению травматологии в Тобольске уже полвека. В юбилейный год его специалисты впервые провели операцию по протезированию плечевого сустава по новой методике. Травматолога-ортопедическая служба на сегодняшний день состоит из травматологического отделения на 67 коек. Травматологического и 10 коек нейрохирургического профиля на базе стационара. Кроме стационарного травматологического отделения в травматологический пункт входит травматологический центр межрайонный. Самый большой процент травм приходится на пациентов после ДТП. Наплыв пострадавших начинается с первым гололедом. Наступили холода и в Тобольске вновь день жестянщика. Первый снег и заморозки заставили автолюбители задуматься о смене колес. В шиномонтажных мастерских ажиотаж стоят очереди. Чтобы помочь всем, в некоторых даже продлевают рабочий день. В понижении температуры будут не разовые, а уже, допустим, 3-4 дня у нас похолодание, то, конечно, необходимо летнюю резину сменить на землю. После замены шин необходимо наклеить на автомобиль знак шипы. Специалисты рекомендуют начать переобуваться вовремя и не ждать, пока снежный покров полностью ляжет на дорогах. Неправильно, когда люди ждут до последнего снега и начинают переобуваться. Именно обкатка шипов происходит лучше при плюсовой температуре. Специалисты ГИБДД предупреждают, с начала наступления гололеда увеличивается риск ДТП. Только за неделю на дорогах города и района произошло 37 аварий с материальным ущербом. 7 пострадавших. Накануне водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Хюндай Солярис». Телесные травмы получили трое взрослых и два несовершеннолетних. Международный день «Белой трости» отмечается сегодня. Его учредили много лет назад, чтобы привлечь внимание к проблемам незрячих людей. Тобольская организация «Общество слепых» насчитывает более 300 человек. В окружении здорового населения им не всегда комфортно. Есть ли полноценная жизнь в темноте, узнала наш корреспондент Наталья Китова. Эй, из Тобольска мы, давай не тормози, все будет на мази. Просто не забывай улыбаться. Улыбка – главный помощник в жизни Людмилы Плесковской. Тоболячка плохо видит почти 20 лет. Она различает только яркий свет и расплывчатые образы. Однако, благодаря позитивному настрою, краски жизни от этого недуга тускней не стали. Так как медицина пока бессильна, дистрофия сетчатки, такое заболевание, оно не лечится. И я, участвуя во всех мероприятиях реабилитационных нашего дорогого, замечательного общества, стала жить полноценной жизнью. И поняла, что слепые должны жить так, как все, горячие. Лучше, потому как вы ходите везде по одному, я везде на пару. У Людмилы не минуты покоя. Она печет пироги, готовит заготовки на зиму. В свободное время от домашних хлопот принимает участие во всех спортивных, культурных и творческих мероприятиях города и области. Заработала множество медалей, наград и благодарностей. Есть в семье традиция, которую супруги не нарушают. Сейчас, например, ушел, ходим в тренажерный зал, купаться, ходим в бассейн. На даче ходим купаться. Сколько раз в неделю вы ходите в тренажерный зал? Три раза. По сколько часов? Час в тренажерном, час в бассейне. Устаете? В понедельник, среда, пятница. Да нет, наоборот, хорошо. 42 года душа в душу. Дети и внуки Читы Плесковских восхищаются активности родителей. Я удивлен, конечно, как она, вот такое обладание у нее, саму себе внутри, такой стержень. Порой удивляешься, как так. Может быть, человек не видит и все вот это своими руками, знает, где куда пойти, ничего, чтоб лишнего нигде не стояло. Это уже в голове у человека, так сказать. Более 20 лет Людмила поет в вокальном ансамбле «Радуга», участвует в команде КВН, а в ближайшее время с новыми номерами будут выступать в областном центре. Едет от нашей организации команда из восьми человек, где мы будем представлять. То есть мы готовим визитку, мы готовим различные домашние задания, будем участвовать в интеллектуальном конкурсе. Ну, то есть там различные номинации будут, мы будем во всех принимать участие. В обществе слепых состоит более 300 человек, объединенные одним недугом. Они, общаясь друг с другом, обрели силу, интересы и занятия по душе. Кто-то нашел себя в спорте, кто-то в творчестве. Двери открыты и для новичков. Наталья Китова, Виктор Муратов, Тобольское время. Осенние дары. Сельскохозяйственная ярмарка под таким названием прошла у рынка Северный. Селяне радовали табаляков свежей продукцией. Какие были цены и ассортимент узнала Алена Орехова. Бывший агроном Анатолий Кашкаров в этом году вырастил небывалый урожай капусты. Излишки решил продать на сельскохозяйственной ярмарке по 15 рублей за килограмм. За полчаса разошелся весь товар. Я вырастил, продал, выручку на бензин, на еду. Я уже три месяца свою пенсию не трачу. Вот на выручке живу нормально. Правда, небольшая выручка, но для меня. Рядом карачинский картофель. Уходит в лед. Цена 10 рублей за килограмм. Нынче много собрал картофеля. Урожай хороший был нынче. Примерно 30 центов с гектара вышел. На ярмарке богатый ассортимент меда, собранного с разных цветоносов. Лесная нынче была очень тяжелая, запоздалая. Но потом бог помиловал нас. Семьи наросток медосбор очень сильные. Хотя у нас лето короткое, но очень интенсивное. Окачал хорошо. Каждый год прихожу, покупаю мед обязательно, молочную продукцию покупаю, потому что все равно ее надо покупать. А здесь сегодня как-то поинтереснее, с музыкой, весело, с народом. Свою продукцию на ярмарке представили товаропроизводители Тюмени, Тобольска, Тобольского, Ярковского, Вагайского, Ромашевского, Нижнетавдинского районов. У нас представлены преимущественно овощи, мед, рыбная продукция, молочная продукция и шерстяные изделия. Сегодня у нас не представлено мясо ни говядины, ни свинины, ни баранины, потому что есть определенные запреты. По новым правилам торговля разрешена только мясом промышленного забоя, а его в округе нет. Поэтому и число участников сельскохозяйственной ярмарки в этом году сократилось. Покупатели поддерживают местных производителей, ведь продукция не только экологически чистая, но значительно уступает по цене магазинной. Алена Орехова, Виктор Муратов, Тобольское время. Премьеру фильма «Тобол» перенесли на 21 февраля. Историческую эпопею решили приурочить ко Дню Защитника Отечества. Генеральный продюсер фильма Олег Урушев обосновал это тем, что образ «Сощитника Отечества» уходит корнями в Петровскую эпоху и к первым победам русской армии. А поступок Пети Ремезова – это настоящий подвиг русского солдата. Премьеру кинофильма с нетерпением ждут в Тобольске, ведь снимали его в исторических декорациях духовной столицы Сибири. Символично, что часть съемок велась на Чувашском мысу, где и произошла битва отряда казаков под начальством Ермака и войском хана Кучума. Сражение привело к падению сибирского ханства. Это все новости на сегодня. Если вам есть о чем рассказать всему городу, вы можете сделать это в официальных группах Тобольского времени, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Телефон редакции 25 27 98. Прогноз погоды продолжит эфир, а я на этом прощаюсь с вами. Увидимся! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok